Добрый день, друзья! И сразу же хочу задать вам вопрос. Кого или что в своей жизни вы бы назвали главным учителем? Предвижу, кто-то из вас сочтет мой вопрос с философским и не даст ответа, а кто-то начнет перебирать в памяти имена. Герой сегодняшней программы дает однозначный ответ – наш учитель – это ее величество история. Ему всего 25, а ему уже доверили возглавить большой интернет-проект, связанный с историей Казахстана, и это не скучные материалы и известные всем факты, а новые страницы нашего прошлого. Иногда они граничат с мистикой, а порой слишком просты для сложных времен. Бывают, всплывают совсем неожиданные, загадочные факты. Он изучает их, анализирует и публикует разгадку на своем портале. Ему интересно все – и жизнь людей до нашей эры, и латинская графика, и тайны Акартаса, и даже наше будущее. Молодой и талантливый историк Уолжас Беркомбаев объездил полмира, чтобы раскрыть тайны наших предков. Зачем это ему нужно? Сейчас вы узнаете. Он долго вглядывался вдаль. На горизонте мчался всадник. Или всадница. На таком расстоянии сложно различить. Тем более во сне. В ту ночь семилетнему мальчику из Южного Казахстана привиделось, что попал он в древние времена. Проснулся маленький Уолжас со странным ощущением, будто тайна какая открылась. Но не до конца. Он тут же стал жадно перебирать книги в богатой библиотеке деда. Когда Аксакал спросил, что ищет внук, тот ответил – историю. Деда это нисколько не смутило, ведь ребенок родился в семье учителей-историков. Да и сам он был любителем этой науки и много рассказывал домочадцам об эпохах прошлых, событиях минувших и традициях хороших. Мой первый роман, который я читал во втором классе, до сих пор помню, как вчера. Это был роман Сабита Мухана «Ботагос». И я подражал главному персонажу Аскар. Но в пятом классе, я помню, начал сильно читать историю, историю наших предков, золотые слова наших биев и батыров. Мой первый учитель Ахэш-Ахэ. Думаю, наверное, заметил мои старания, интересы. Дал мне классные задания, которые я выполнял энтузиазмом. Потом поступил в школу для одаренных детей. В школе у нас были такие предметы, как тюркология, этнография. В одиннадцатом классе мы уже знали университетские программы. Начал читать труды Мурата Аджи. Потом много читал о биографии Иштван Конур Мандоки. Иштван Конур Мандоки, известный венгерский тюрколог, для юного Олжаса стал кумиром. Юноша начал студировать городской архив в Шымкенте. Нашел советские журналы с историческими статьями великого Венгра. Читал взахлёб. В одиннадцатом классе я вышел в международную олимпиаду, которую прошел в Греции, город Салоники. Это был международный научный фестиваль. Я выиграл золотую медаль по истории. И моя научная работа была об казахо-венгерских отношениях. Я написал научную работу о жизни Иштана Конур Мандоки. Это была прямая дорога на истфак университета имени Гумилёва. Здесь он узнал еще больше и захотел поделиться своими знаниями со всем миром. Будучи студентом, начал работать журналистом. В его статьях между строк читалась любовь к родине, своей земле. Олжасу было чем гордиться и было о чем рассказать своей аудитории. В мире нет государств, в которых были найдены целых четыре золотые человека. Вот помните, Ясыкский, потом Восточно-Казахстанский, Уральский, Атраусский. Это история Казахстана, это уникальная история, неповторимая. Он не просто изучает историю, а глубоко исследует и анализирует ее. Именно поэтому ему доверили руководство серьезным интернет-порталом National Digital History of Kazakhstan, призванным знакомить пользователей с неизвестными страницами отечественной истории. Олжасу удалось сделать интернет-ресурс качественным и содержательным. А недавно за свой лучший репортаж он был удостоен первой национальной премии Уркер, учредителем которой выступило Министерство информации и коммуникаций. Надо сказать, что он был признан самым талантливым среди семисот номинантов. Олжас вспоминает одну из первых командировок. Это была поездка в Венгрию. Как же он был удивлен, когда в деревне Улеж увидел скачущую ему навстречу девушку на белом коне. Все было как в том далеком детском сне. Олжас помог ей спешиться, и тут в глаза ему бросилась надпись на седле. Сак. Скиф. Это были рунические надписи. В Венгрии есть пещера Свинт-Миклош. Там тоже были найдены тюркские рунические надписи. Всадницу звали Жанет. Она, будущий этнограф, учится в Сегетском университете. Оказалась интересной собеседницей. От рунических надписей их разговор перешел к латинице. Часть нашей истории написана на латинице. Если мы переходим на латинский алфавит, то казахи всего мира могут общаться в едином алфавите. На другой день уже в Будапеште Олжас встретился с вдовой своего кумира, тюрколога Иштвана Конура Мандоки. Онайша Апай была просто восхищена тем, что молодой человек хорошо знал историю своих предков. В знак благодарности она ему подарила рубашку своего мужа, рубашку самого Иштвана Мандоки. Вот это был сюрприз. Олжас говорит, что судьба преподносит ему подарки, потому что дух предков во всем его поддерживает. Он не забывает их, помнит и чтит. Поэтому и к сакральным местам относится с особым уважением. Если мы, связующее звено, забываем о наших предках, будущее поколение тоже будет о нас забывать. И от этого мы забываем о нашей истории. Наша уникальная, уникальная история казахов, история Казахстана. Вот я полностью согласна с Олжасом. Действительно, забыть о наших предках, значит, совсем потерять не только наше прошлое, но и наше будущее. Как вы считаете, Борис Олегенович? Я такого же мнения и очень рад успехам Олжаса. И в его лице вижу интерес нашей молодежи к отечественной истории. Ведь чем больше наши молодые люди будут знать историю своего народа, своего государства, тем больше у них будет крепче дух, как могущее дерево, которое пускает, чем глубже пускает свои корни, тем она мощнее, тем она устойчивее всяким природным невзгодам. Совершенно справедливо. Я тоже с вами согласна. Ну и хочу представить нашего гостя. Человека, который знает абсолютно все про нашу отечественную историю и не понаслышке, а по историческим документам, оригиналам. Держать их в руках, изучать это в его власти. Это Борис Олегенович Джапаров, директор архива президента Республики Казахстан. Я очень рада, что вы в нашей студии. Борис Олегенович, а что ближе вашей душе из того, что сказал в сюжете наш молодой историк? Ну, когда мы говорим о воспитании молодого поколения в духе патриотизма, естественно, все его слова справедливы, они как бы вложатся, вот, каждое слово в то русло, которое мы как бы строим для будущего поколения своего. Конечно. И в этом смысле, вот я даже вижу здесь вот разложенные документы, немаловажная роль отдается латинице, да, переходу на латинский алфавит. Об этой теме, я думаю, что вы знаете очень много. Естественно, поделились бы с нами, с твоими мыслями. Ну да, поскольку этот процесс, как был организован переход на латиницу, эти дискуссии, обсуждения, решения партийного руководства, все эти документы находятся у нас. В частности, 12 декабря 1928 года в городе Казларда в течение 10-12 декабря происходила региональная конференция сторонников нового казахского алфавита. И в этом документе демонстрирован, предлагался вариант нового казахского алфавита на латинской графике. И затем этот вариант был принят за основу с учетом отдельных унификаций, модификаций с 1929 года по 1940 год успешно эта графика использовалась казахами. То есть вся литература, официальная печать, учебники, все стали издаваться на казахском языке. У всех государственных предприятий, учреждений, штампы, печати, бланки, все это тоже печаталось на латинской графике. И сегодня, когда в стране речь идет о возврате на латинскую графику, и когда мы слышим разные мнения, что новый переход – это просто возвращение тому, что было. Причем это было не в далеком прошлом, а всего лишь там… Да, в историческом смысле совсем недавно. Совсем недавно, 70 лет тому назад. Поэтому этот период и эта графика, она запечатлена в памяти народа Казахстана. Борис Алькенович, ну я знаю, что архив президента – это действительно очень богатая в смысле документов организация. Есть ли какие-то конкретные примеры документов, которые были написаны именно латинскими буквами? У нас есть документы, которые свидетельствуют о подготовке, о подготовке как бы учителей, преподавателей. Есть решение о направлении в казахские аулы, там сотни специалистов по латинской графике. Документы, свидетельствующие, как они проводили этот всеобуч. И письма тех времен, в частности, в 1931 году, письмо из Западно-Казахстанской области, Тайпакский район, где жители этого района пишут письмо в Центральный комитет Казахской автономной, Центральный комитет Коммунистической партии большевиков Казахстана о бедствующем, голодающем народе Тайпакского района, как люди умирают от нехватки продуктов питания. Борис Алькенович, ну вот сейчас я вижу на экране... Мураком Аханшо Ауэзов. Он пишет как бы отзыв на пьесу Дударай. Либретто, кстати, да. Да, автор слов. Она вообще музыкальная пьеса была, как опера. Либретто написал Айтпай Хангельдин. Вот представляете, мой дедушка, оказывается, имел вот такую тесную связь и с латиницей, и с великими людьми. Честное слово, я об этом стала узнавать совсем недавно. И причем читается с большим, огромным удовольствием. Я прочитал отзыв Мухтара Амархановича, где действительно классик казахской, ну скажем, советской литературы. Так глубоко как бы анализирует уровень данной пьесы и как бы подсказывает направление или какие-то мелкие, скажем, недоработки, устранение которых сделало бы данное произведение чуть ли не шедевром. И это легко читается, и тут никаких трудностей, допустим, кто знает латинскую графику, проблем не составляет особо. Это рукопись книги Танск Слер, Айтпая Хангельдина, также написанной на латинской графике от 29 мая 1941 года. И хотя уже с 1941 года использование латинской графики официально уже как бы отменено, уже состоялся переход на кириллицу, тем не менее, наши казахстанские воины, воины-казахи пишут письма из фронта своим семьям, друзьям, знакомым. И большинство из них, этих писем, используют латинскую графику. И вот, кстати, здесь письмо Бесимбаева родным с фронта от 9 апреля 1943 года. Хотя адрес написан на кириллице, а содержание всего письма составлено на латинице. То есть народ еще долго применял латинскую графику и не так легко было его вышибить как бы из обихода. Ну вот я хочу сказать, было сейчас тоже на экране, как выглядел латинский алфавит, латинская графика. И это было начало прошлого века. Сегодня эта тема вновь актуальна. Как известно, к 2025 году в Казахстане все дело производства начнет переходить на латиницу, а вся казахская периодика и учебники будут издаваться на латинской графике. Вот сегодня ученые-филологи разрабатывают единый стандарт казахского алфавита в новой графике. Чтобы продолжить этот интересный разговор, я, конечно, приглашаю в студию директора Института языка знания имени Ахмета Байторсонала, доктора филологических наук, профессора, члена корреспондента Национальной Академии Ердена Хажбека. Здравствуйте, Ерден Задаевич. Очень рада, что вы к нам присоединились. Здравствуйте, Салям Ацеба. Салям Ацеба. И я хочу сказать, что в ученой среде пришли уже к какому-то единому мнению вот по той теме, о которой мы сейчас говорим, каким будет новый алфавит? Сейчас по тому же пути пошли ученые. И в начале 90-х несколько таких провели конференции. Тоже создали тюркский алфавит общий. И вот из этой общей тюркской базы брали и азербайджанцы, и туркмены, и турки. В свое время Ататюрк, например, брал буквы для своего алфавита из того общей тюркского алфавита, который был создан у нас в Средней Азии, утвержден в Баку в том числе, обсуждался, вернее, в Баку, позже утверждался. Поэтому здесь проблем нет. Но единственное, надо учитывать, что времена поменялись. В то время не было компьютера, не было интернет, не было IT-технологий. И мир не был так тесен, как сейчас. А сейчас, в век интенсификации инновационного процесса, нам нужно быть готовыми к тому, чтобы максимально легко, максимально просто и максимально было все удобно. Когда мы говорили о том, что молодежи действительно, наверное, легко общаться. Потому что, опять же, гаджеты, вся технология сегодня направлена на то, чтобы ребята писали, читали, быстренько обменивались информацией латинскими буквами. Вот в вашей жизни есть пример того, как ваши родные могут быстро-быстро переходить с одного языка на другой и так далее? Не языка, а с алфавита. С алфавита, да-да-да. Я бы не сказал, что есть ли такие примеры. Все, практически все члены семьи, моей и всех моих знакомых, особенно молодые. Сейчас очень много детей учатся за рубежом. Поэтому мы очень хорошо сейчас владеем всеми и скайпом, и ватсапом, и всеми другими технологиями. Естественно, английский язык, латинская графика давно в нашу жизнь вошла. И даже государства, которые традиционно имеют свои алфавиты, допустим, Китай, Корея, Япония, они тоже активно используют латинскую графику. А что касается, как я использую, или там члены моей семьи, я проработал три года в посольстве Казахстана в Турецкой Республике, в Ангаре. И вхождение вот в ту среду, турецкий, где как бы турецкий язык и письменность на используется латинскую графику, никак не составляло мне труда. И по сегодняшний день переписка с зарубежными коллегами и в том числе турецкими коллегами все идет с использованием именно латинской графики. Для вас это абсолютно логично, да. Не прерывался. Естественно. Ирдин Задаевич, Борис Оликенович, спасибо огромное, что вы пришли к нам сегодня. Ваше мнение для нас всех было очень важно. Я думаю, что молодое поколение должно прислушиваться к таким экспертам, как вы. Очень рада буду еще видеть вас в гостях в нашей студии. Спасибо. Ну, а мы продолжаем нашу программу. Кстати, о соцсетях. Вниманию пользователей. Мы создали специальную страницу на Фейсбуке. Она называется «Сакральный Казахстан». Любой из вас может поделиться своими впечатлениями, фотографиями и видео с сакральных мест, на которых побывал или живет рядом с ними. Это тоже часть нашей истории. И о ней тоже нужно рассказывать. Самые интересные посты мы будем показывать в наших выпусках. Вот первый из них про городище Ахартас, что в Жамбулской области. Альбина Веймер из Тараза пишет про чудеса, которые происходят там. Это Ахартас. Самое загадочное место мира. Это фото мне особенно нравится. Таинственные камни из красного песчаника. Иногда здесь можно увидеть такое свечение. Завораживает. Вчера я встретила своего знакомого, и он мне напомнил историю пятилетней давности. К нему приехал друг из России. Крупный бизнесмен. Решили организовать ему экскурсию по местным достопримечательностям. Но он отказался. У него сильно болела спина после жуткой аварии. И я сразу предложила ему Ахартас. Там камни лечат. Посмеялся он, конечно, но поехал. И вот на Ахартасе я уже рассказывала про каждый камень. Про чудеса исцеления, которые происходят здесь. И вдруг наш друг исчез. Нашли его возле мужского камня. Он сидел со счастливой улыбкой, прижавшись к камню. Вернувшись в Россию, наш гость прислал другу машину. Знак благодарности за свое чудесное исцеление. Пока ни один ученый еще не раскрыл нам тайну Ахартаса. И здесь я сразу хочу предложить посмотреть топ-5 сакральных мест Жамбылской области. Ахартас. Недостроенный загадочный дворцовый комплекс, построенный из огромных каменных блоков. Время его строительства и происхождение до сих пор вызывают споры среди ученых. Тем временем, здесь не прекращается поток паломников, верящих в его чудодейственные силы. Исследователи выдвигают разные версии. Одни уверены, что это летняя резиденция арабского полководца Кутейбы. Другие считают, что здесь хранятся инопланетные информационные капсулы. Поводом для таких рассуждений являются ночные свечения, которые здесь иногда случаются. Тектурмас. В переводе означает «беспокойное место». Это гора на правом берегу Рикиталас. Под ней много пещер. Считается, что на этой горе в Средневековье был погребен святой султан Махмудхан. Кроме того, здесь обнаружены захоронения зураастрийцев, христиан-нестарианцев и древних мусульман. Местные жители часто рассказывают о призраке сияющего старца. А исследователи фиксируют геомагнитные аномалии. Паломники посещают эти места, чтобы исцелиться от недугов. Айша Биби. Мавзолей-памятник XII века. Легенда о красавице Айше передается из уст в уста уже многие столетия. В этом месте она была укушена змеей, когда ожидала своего возлюбленного Карахана. Молодые влюбленные должны были здесь соединиться навсегда, но не суждено было. Юноша возвел на этом месте уникальный мавзолей. Считается, что дух Айша Биби покровительствует молодоженам и всем, кто хочет сохранить свою семью. Паломники говорят, что это место действительно дарит им счастье. Бабаджа Хатун – мавзолей няни Айша Биби. Она сопровождала свою воспитанницу в тот трагический день, а после ее смерти поддерживала огонь на могиле красавицы Айши. Мавзолей тоже стал местом паломничества. Посетивший его верит, что потомки будут благодарными и всегда будут помнить о нем. Зонтичный ребристый купол мавзолея не имеет аналогов в центрально-азиатской культуре. Карахан – средневековый мавзолей, давно уже ставший сакральным местом. Карахан был мудрым и могущественным правителем. Он подчинил себе даже царя всех зверей – льва. Он седлал его, как коня, и передвигался рысью. Карахана еще называют святым Аулии Ата. Его считают покровителем женщин, которые не могут иметь детей. Паломники рассказывают, что после посещения мавзолея женщины обретают радость материнства. Сакральные места хранят в себе множество тайн и загадок. Порой там происходят мистические события, тем они и привлекают к себе туристов и паломников. Они не только способствуют развитию массового туризма в нашей стране, но и свидетельствуют о нашей национальной идентичности. Именно поэтому в стране был создан научно-исследовательский центр «Сакральный Казахстан». Глава государства поручил подробно изучить культурно-географический пояс «Святынь Казахстана». Эту тему продолжит наш гость, краевед, член экспертной комиссии научно-исследовательского центра «Сакральный Казахстан» по Мангастаусской области Бекбулат Толегенула. Бекбулат, и прежде чем мы начнем нашу беседу, я предлагаю посмотреть видео. Капамсай, давший ночлег участникам экспедиции «Намад-эксплорер» у Стюрт Купиаса, отпустил их из своих крепких и гостеприимных объятий. Данная экспедиция – это не только интересное и захватывающее путешествие, но и определенная цель, даже миссия, призванная расширить горизонты и кругозор, показать необъятность просторов и красоту у Стюрта. Маршрут второго дня – подземная мечеть Шакпа-Кота, долина Шаров, урочище Турыш, гора Щеркала, система гор Айракты. В мае-июне была организована большая экспедиция по сакральным местам в Мангуставскую область. Сколько человек приняли участие, и вообще, насколько такие экспедиции получают резонанс в обществе? Об этом я и хочу спросить нашего гостя Бекпулата. В прошлом году первой экспедицией, конечно, было Олутау-Мурасе, то есть наследие Олутау, организованные известными людьми. И когда было объявление по Фейсбуку, как раз-таки, количество участников было максимум 60 человек. И длилось оно где-то 4-5 дней. И в этом году экспедиция под названием «Эстюрт-Хопиасе», то есть «Тайные у Стюрта», набрало свыше 250 человек. То есть каждым годом увеличиваются желающие узнать свой Казахстан. И собралось очень много людей со всего Казахстана. И не только приезжали люди с Вьетнама, с Австралии, с Киргизии, с Польши. То есть все, кто проявили интерес к этой экспедиции, могли в ней участвовать? И самое интересное, там много очень известных людей. То есть это спортсмены, то есть это люди-деятели культуры, самые лучшие фотографы Казахстана собрались. То есть это все пиар, пропаганда туризма, именно местного туризма в Казахстане. Проехали мы буквально полтора тысячи километров, и по-моему, по-моему, в Нестовской области свыше десяти таких известных природных исторических памятников. И, естественно, те достопримечательности, которые не знают за пределами области, наши гости увидели. Результатом этой экспедиции было документальные фильмы по каналам разным. И в следующем году, когда уже, мы надеемся, будет продолжение этой экспедиции, и мы направляем свой взор уже на восток, то есть на Алтай, будет издан альбом насчет экспедиции, который прошел по Магастауской области. А скажите, Бигбалат, уже известен список сакральных мест Магастауской области? В данный момент по всему Казахстану идет работа по классификации, сбору информации насчет сакральных мест. Да, естественно, в народе и за пределами области есть такие очень знаменитые места. То есть это, в первую очередь, Ибекетата, Шопаната, Шакпагата, подземные мечети. Это более точки паломничества. Сюда приезжают не только с Казахстана, но и со всего мира, со своими намерениями люди, хорошими намерениями. И якобы получают какой-то результат. То есть они приезжают в святые места, видят это, советуют своим друзьям. И много людей приезжают. Но официально в Казахстане зафиксировано в пределах 25 тысяч исторических памятников. Из них 12 тысяч находятся именно в Магисталской области. То есть фактически больше половины исторических памятников находятся в нашем крае. И из них 800 памятников в охране государства, 400 в региональном охране и 21 ходят в республиканском значении в охране. Надо сперва понять, что такое сакральность. Да, вот я хотела спросить, по каким критериям вообще эти места становятся сакральными? Критерия определяет, в первую очередь, народ. Это определяет не государство, не какая-то организация. Это должно исходить от воли народа, от сердца. То есть это места, которые испокон веков люди, то есть кочевники, казахи, которые и еще другие культуры, просто приезжали, делали паломничество, поклонялись. Но само критерие сакральность тоже делится. Это, в первую очередь, памятники природы. То есть это история, которую создала сама природа. То есть вот, допустим, в Центральном Казахстане есть место Бектавата. То есть это, ну, сопка стоит на поле, но люди приходят и считают его святым. То же самое в Алматинской области есть Аулиад, Аулиагаш. Посреди поля растет одинокое дерево, и все, люди приходят и поклоняются. То есть для людей, кочевников, это было каким-то священным. Они приезжали и не оставляли это вне внимания. И вторая, это история, уже созданные историко-археологические памятники. Это, соответственно, как дает само название, это памятники. Допустим, это памятник уже Ахмедвеса. И то же самое это некрополь Раимбек-Батыра, который находится в Алмате. Бекета-Та, Джучи, мавзолей Джучи. Много их на самом деле. И в-третьих, можно отнести категорию, в которой происходили какие-то исторические, политические события. Это места битв, то есть, которые решалась судьба народа. Поэтому в данный момент Сакральный Казахстан, как организация, собирает именно списки по регионам от старожилов, от народов. А вообще, Бекулат, будет объединенный такой список по всей стране? Естественно. Будут еще этнографические экспедиции. Все они будут собираться, все эти места, и Запад, и Восток. Конечная цель, итога, естественно, объединить весь Казахстан. То есть, как говорится, общность этой структуры. Уже начиная следующего года начнутся конкретные дела. До конца этого года планируется полностью обновить список. Интерактивная карта будет создаваться. То есть любой желающий через интернет может посмотреть эти места, получить информацию в трех языках и просто поехать. Бекулат, для этого, наверное, нужно разрабатывать маршруты. Это такая большая, сложная работа. Это очень сложная работа, да, естественно, учитывая еще и инфраструктуру этих местностей, потому что многие из них фактически получаются дикими. То есть Мангистау – это дикая местность, это экзотическое место. А с другой стороны, да, это очень большой проект. Это не один год, это не два года, это десятилетия даже. Будет продолжаться этот путь. Ну а самое главное, уже дан старт, уже началось какое-то действие. Сакральный Казахстан до конца этого года полностью соберет самые святые места. В республиканском значении уже собрано свыше 100 памятников, в региональном уже свыше 500 памятников. И в конце года хотят выпустить первый том о Сакральном Казахстане, объектах памятников. В конце года? Да, этого года. Очень быстро вы работаете. Ну, в плане вообще 5 томов. Пикулат, я только добавлю, что в следующем выпуске нашей программы мы покажем топ-5 сакральных мест в вашей области. И я хочу сказать всем нашим телезрителям, что в каждом выпуске мы обязательно будем показывать и рассказывать о сакральных местах каждого региона нашей страны. А сейчас мы завершаем нашу программу. Помните, что каждый прожитый нами день не уходит в забвение. Он становится историей народа, историей страны. И пусть наша история, современная, послужит нашим потомкам не просто уроком, а хорошим примером достойной жизни. Успехов вам! С вами был Игорь Негода.